Лженаука или панацея в Российской Академии Наук предлагают полностью отказаться от лечения гомеопатии. Ученые утверждают, что метод не просто бесполезен, он опасен. Сейчас гомеопатические средства продаются во всех аптеках и пользуются большой популярностью. Дмитрий Ковалев продолжит тему. С помощью врачей-гомеопатов люди лечатся уже 200 лет. И примерно столько же не утихают споры, действительно ли этот метод помогает исцелить болезнь. Многие говорят, что да. Но с этим не согласна амичка Марина Синицына. Женщина лечилась несколько лет. Потратила на услуги врача-гомеопата десятки тысяч рублей и еще столько же на препараты. Заболевание серьезное, поэтому открыто рассказать о нем женщина не решилась. Три года я лечилась гомеопатии. Ничего мне не помогало. Потом я обратилась в обычную поликлинику. Положили меня в больницу. И там традиционная наша медицина смогли меня вылечить. И уколы, капельницы и таблетки. Остановить лженауку, как теперь называют гомеопатию, в Российской Академии Наук посчитали своим долгом. Ученые уверяют, невозможно лечить болезни, принимая в малых дозах вещества, которые эту болезнь и вызывают. Более того, это опасно. Гомеопатия не является безвредной. Больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов. Как правило, гомеопатические препараты готовят так. Сахарный шарик пропитывают водой, в которой содержится тот или иной химический элемент. Недуги лечили золотом, медью и даже азотной кислотой. В Российской Академии Наук утверждают, принципы гомеопатии противоречат законам химии, физики и биологии. И никакие исследования не подтвердили эффективность гомеопатии. Единственное, что помогает людям в этом методе лечения, это эффект плацебо. То есть лечит не лекарство, а вера в него. Ученые требуют убрать все гомеопатические препараты из государственных больниц. А в аптеках помечать их специальными маркировками. И призывают пациентов не ходить на прием к врачам, практикующим этот метод. Причем консультация у такого специалиста может стоить несколько тысяч рублей. Сами гомеопаты, естественно, против. Эффективность, на мой взгляд, гомеопатии настолько высока, что я 15 лет этим занимаюсь, занимаюсь в частной практике, понимаете, не в государственной, прячась за там чего-то, вот, и как бы ничего не боясь, дружа с этими пациентами, видя. И это не значит, что они всю жизнь лечатся. Был случай, они его пролечили, и все нормально, и забыли. И про гомеопатию, и про это. Окончательное решение будут принимать в Министерстве здравоохранения. Пока с учеными согласились в УФАС, поэтому в скором времени гомеопатические препараты будут продаваться отдельно от лекарств. Дмитрий Ковалев и Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.